так сегодня у нас вот такой вот закат самом деле это уже заходит за тучу по сути то есть солнце только там начало заходить за горизонт по сути сейчас вообще ну там еще скажем так не зашло хотя выглядит как будто уже зашло вот такие вот облака красивые вокруг мазки прямо красивый пейзаж море вот так все выглядит вокруг красивые также картины вот тоже интересные облака не наводится хотел показать это облако красиво на сейчас я наведу вот такое и облако вот такое оно висит прям буквой ЗЮ так ну чё здесь конечно же про чё я хотел сказать я уже здесь рассказал в общем поспорил с одним человеком на то что на пиццу короче что СВО закончится до ноября до конца ноября как минимум ну то есть вот сентябрь октябрь ноябрь то есть если оно до конца ноября закончится то соответственно тот человек мне пиццу если после ноября тогда я должен буду пиццу так что вот так мы по всем прогнозам вот то что я вижу скажем ну как вижу в тушу экспертов все что происходит как сказать то уже накопительный эффект так называемый от вот этих всех откусываний постоянных переброски украинских резервов в сторону опять же Харьковского направления там больше большое количество перебросили соответственно там тоже эти резервы в местах временной дислокации так называемых уничтожаются также бомбардировками и так далее ударами искандеров тоже показывали эти удары то есть как бы там наемники тоже уничтожают ну то есть идет постепенно и вот это вот в русле больших больших войн технология соответственно перемалывание так сказать уничтожение ресурсов надо понимать что все таки я про это уже говорил некоторое время назад и сейчас только как бы в русле того же стал той же самой своей своего сказанного скажем теории или чего могу только да то есть вот этот прогноз строить потому что уже видны результаты вот этих вот не знаю сколько это продолжается после всех вот этих перепитий когда были там стамбульские переговоры вот эти и так далее потом началась другая фаза своего скажем так когда мобилизация прошла был принят какой-то другой план насколько я понимаю будет был сменен руководитель спецоперации теперь вот теперь вот новый этап какой-то наступил когда бастрыкина поставили министром обороны и теперь мы вот тут то что я вот сейчас вижу скажем так например украины явно ощущается мобильный как сказать уже не уже определенный дефицит мобилизационного ресурса не скажем так потому что в россии таких проблем нет у нас частично мобилизация произошла и теперь там много добровольцев пришло соответственно начали добирать все добровольцами поэтому скажем так экономик военная экономика тоже в россии была запущена и успешно можно было конечно лучше но в данных условиях я считаю что все не так уж и плохо потому что были это нехорошие прогнозы ракет них не хватит снарядов не хватит всего хватает и техники хватает из этих всяких запасов из как там это называется когда без консервации там огромное количество техники все это расконсервирует восстанавливают приводят в боевую готовность и посылают на фронт но основной это конечно да это и техника и снаряды и снабжение и то есть надо просто видеть что происходит в принципе на украине там отмечались протесты например на фоне того что включение электроэнергии и так далее то есть население тоже нужно не железно и до него доходит когда условия жизни все хуже и хуже становится так что вот мой прогноз все таки еще не год а вот концу ноября поэтому ну как то так вот я так думаю у кого еще какие прогнозы ну давайте с обоснованием потому что уже в зеленский начал говорить про переговоры уже там что-то байден отозвал какую-то помощь украине что-то такой была новость но это опять же там какие-то в америке происходят странные процессы с тем что банк байден снялся с этих с выборов процессы то идут которые прямо затрагивают так что в стане врага не так все и хорошо не так уж спокойно не так уж стабильно поэтому все тогда носим я пока закончу всем добра и мира